Владимир Уйба назвал экоактивистов экологическим мусором. О планах строительства муссосортировочного комплекса в Эжвенском районе Сыктывкара первой рассказала Екатерина Киселевич, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды КОМИ. У нас будет введен в эксплуатацию большой муссосортировочный комплекс, опорный пункт на 95 тысяч тонн. Один в Сыктывкаре и на 55 тысяч тонн в Ухтиан. Два опорных объекта, которые мы планируем создать до конца 2024 года. Сам комплекс пока еще находится на стадии разработки, но его проект уже подготовлен КОМИ-граждан-проектом и готов к прохождению государственной экспертизы. Если все профильные министерства дадут согласование, то уже к осени 2023 года в КОМИ может начать работу первый в республике механизированный сортировочный комплекс мощностью 95 тысяч тонн в год, который будет принимать на сортировку отходы из Сыктывкара, Эжвенского района и Юга республики. При этом первый заместитель администрации Сыктывкара Александр Можиков пообещал, что без обсуждения с жителями власти ничего не будут захоронять. Но похоже, что жители Эжвенского района боятся того, что с ними строительство обсудить забудут. Почти сразу после того, как стало известно о грандиозных планах, экоактивисты начали собирать подписи против строительства мусоросортировочного комплекса. Они считают, что на переработку смогут отправить только 15% мусора, а остальные отходы – на свалку рядом с комплексом, где они будут копиться годами. На начавшийся сбор подписей последовала неожиданная реакция со стороны главы КОМИ Владимира Уйбы. Во время прямого телеэфира он призвал не поддаваться провокациям со стороны якобы активистов, после чего назвал их «экологическим мусором». Тогда нужно разделять уже. То есть, если это люди, которые там хотят, чтобы была эко-республика, тогда мы с этими людьми в одной стороне, а их значительно больше. И те люди, которые не хотят этого, им чем хуже, тем лучше, тогда это вот эти люди. Вот этот вот, извините, экологический мусор. При этом он косвенно подтвердил опасения активистов, сообщив, что часть мусора будет отправляться на переработку, а часть – на полигон.